Куб iVog 8 Рассмотрим подробнее, что он из себя представляет Почему его так хорошо покупают И попытаемся найти у него плюсы и минусы Начинаем Начнем как обычно с внешнего вида 8 дюймовый планшет Разрешение экрана 1280 на 800 Широкие боковые рамки, благодаря чему его удобно держать Но из-за которых сам дисплей выглядит немножко меньше Спереди у нас 2 мегапиксельная камера О которой мы говорить особо не будем, там говорить не о чем Сзади точно такая же камера, результат тот же Два динамика у нас здесь находятся Ну и соответственно надписи По грани С левой грани у нас находится кнопка включения и разблокировки Разъем под наушники Микро USB HDMI Слот под карту памяти И разъем под зарядное устройство Необычное конечно, но в этом планшете Да, он не заряжается от Микро USB Только от этого Снизу ничего нету Справа также ничего нету И сверху у нас качелька регулировки громкости И дополнительная кнопка, которая выполняет функцию кнопки домой Вот так вот По этой рамке На вид она выглядит как металлическая рамка Но на самом деле это пластик Передняя рамочка у нас идет черного цвета Но сзади у нас планшет, как видите С задней крышки он белый Версия у нас без 3G То есть без поддержки сим-карты Если вы доплатите, скажем Ну, долларов 5-7, наверное Так, по-моему, я смотрел Ссылочку оставлю Посмотрите сами То вы получите планшет с поддержкой сим-карты И 3G То есть для подключения интернета У меня версия просто Wi-Fi Вот Ну что, давайте, наверное, разблокируем Посмотрим Что у нас касается по экрану Яркость экрана довольно-таки неплохая Для работы в помещении На улице, я думаю, все-таки Немножко-немножко его будет не хватать Но в целом яркость неплохая Давайте скажем так Что здесь было установлено? Была установлена куча всяких китайских приложений Которые мне пришлось удалить И сразу же была установлена у нас Play Market То есть никаких проблем с этим не возникло Ну и плюс я уже поустанавливал всякие программки Для тестирования Чтобы посмотреть, что он у нас может И что он у себя представляет Давайте начнем, наверное, по характеристикам Я сейчас вставлю вам картинки Чтобы вы видели Так, начнем, конечно же, с Antutu Ну, как видите, Antutu у нас набирает 35100 баллов Ну, в принципе, неплохо В рейтинге, получается, мы под Samsung Galaxy Note 4 Тоже довольно-таки неплохой результат Что касается процессора Процессор у нас стоит Вернее, марка Intel Android 4.4.4 Модель процессора у нас Z3735F Графический процессор Тоже Intel-овский Baitrail Разрешение 1280 на 800, как я уже сказал Две камеры И фронтальная, и основная камера у нас 2 меопикселя Качество ужасное, поэтому останавливаться мы на нем не будем 2 гигабайта у нас оперативной памяти Внутренней памяти у нас 16 И просто для Android доступно, как видим, ну, скажем, 4,5 гигабайта Все остальное выделено для операционной системы Windows Процессор 4-ядерный, 64-битный Тактовая частота до 1800 МГц Плотность пикселей 160 DPI Две камеры, как я уже сказал По датчикам, сами все видите Не буду здесь ничего комментировать Так, переходим к мультитачу Мультитач у нас, как вы видите, 5 касаний Больше у нас не получается Дальше Nenomark 2-я версия у нас 59,1 FPS Неплохо, в принципе, в принципе, неплохо Разрешение, как видите, показывает 1280 на 752 Вот так вот Так, присутствует у нас здесь GPS-модуль Я его не тестировал Думаю, никаких проблем с этим не будет Поэтому, ну, вот так вот Как я уже сказал, работает этот планшет на двух операционных системах Это у нас Windows и Android Windows был сразу обновленный до 10-й версии Поэтому на Android мы закончили И как меня просили в одних из предыдущих моих видео Что более конкретно остановиться на Windows Хорошо, остановлюсь на Windows Переключаемся на Windows И будем рассматривать, что он из себя представляет Итак, Windows 10 Вот так встречает нас окошко Windows Как видим, он похож немножко на Windows 8 Но все же различия имеются В первую очередь, можете посмотреть Какие уже стандартно предустановлены у нас здесь приложения Потом я выведу на весь экран То есть, будем через бандикам смотреть Как все это дело у нас выглядит Ну, как видите, да, установлены у нас офис Предустановлены, всякие виджеты там с погодой Поиском, почтой, калькуляторы И, в принципе, ничего особенного здесь нет В Windows 8 было просто перейти, скажем, сразу на рабочий стол Был отдельный ярлык вынесен здесь плиточкой На который вы кликнули и перешли сразу на рабочий стол Привычный для операционной системы Windows Здесь у нас так не получается Здесь для того, чтобы перейти на, скажем, обычный Windows Нужно вызвать, вот скажем, вот так вот менюшку И здесь в кнопочке отключить режим планшета Вот, после этого вы уже получаете обычный вот Просто как меню Windows Вот такая вот штука Все, вывожу на главный экран и продолжаем Ну что ж, друзья, вот так выглядит наш экранчик Кстати, подключился я через бандикам Записывается звук сейчас через микрофон самого планшета Заодно можете оценить качество записи микрофона планшета Вот, значит, что представляет из себя Windows 10 Тем более на планшете Вот, вызываем боковое меню Кстати, по экрану, если будет видно, конечно Вот так вызывается боковое у нас меню Где у нас находится, как я уже показывал, режим планшета Примечание, экономия батареи немножко поставим А батарея я в конце скажу Параметры у нас указываются Ну и все остальное, как вы видите, да То есть, вызвать параметры окошко будет нестандартное То есть, немножко непривычно Здесь у нас находятся настройки Ну, что-то наподобие панели управления Хотя сама панель управления, она также есть Она отсюда не убрана Вызывается просто из контекстного меню на кнопки Windows То есть, обычная, привычная к нам панель управления Далее, что касается самого магазина Появилось много-много всяких различных приложений Что радует, появились, добавили много достаточно Бесплатных приложений, бесплатных игр и все такое Поэтому, давайте, наверное, откроем на весь экран Вот, то есть, добавились у нас всякие приложения Все они бесплатные, как вы видите Ну, не все, конечно, но много Много бесплатных приложений И это радует, потому что еще я помню Когда была Windows 8 Было этих приложений не так много И все они были платные И, ну, скажем, ограничивали Ограничивали вас в ваших возможностях и в ваших потребностях Вот, разделено все по категориям Ну, это, ну, вы поняли Это относится не к Windows 10 Это приложение просто магазина То есть, бесплатные игры также присутствуют Поэтому, у кого есть возможность Windows 8, Windows 10, заходите в магазин И качайте туда всякие игрушки, приложения Так, смотрим, что у нас показывается Так, Windows 10 Производитель Куб Айвок 8+, процессор у нас указывается Как я уже сказал, тактовая частота Кстати, как вы помните, Antutu нам показала Что работает он на тактовой частоте до 1800 МГц Видим, в Windows показывается 1,3 ГГц Вот, так, дальше, дальше, дальше Техническая поддержка Веб-сайт, компьютер, полное имя И код продукта В общем, Windows лицензионы установлены Поэтому, никаких проблем с этим возникнуть не должно Все драйвера подтягиваются сразу автоматически Никаких проблем с этим возникнуть также не должно Как-то в одном обзоре у меня кто-то из подписчиков спрашивал Можно ли с Windows на планшете прошивать телефон? Конечно, можно Здесь никаких проблем не возникнут Установлена полноценная версия Windows Как 8-я версия, так и 10-я версия Устанавливаете приложение для прошивки Какие вы будете прошивать И прошиваете все, что вам будет угодно С работой браузера, так же, как видите Никаких проблем не возникает у нас Флешплеер так же работает Все работает, никаких проблем у нас нет На примере одного видео посмотрим Как у нас что работает Звук нечаянно выключил Ну вот так вот Промотка работает, немножко подгружается Но я не думаю, что это проблема планшета Это проблема, скорее всего, моего Wi-Fi Вот, все работает, как видите Сейчас я покажу, как работает флешплеер На отображение видео Так, посмотрим теперь, как у нас работает Флешплеер на отображение Не возникает ли никаких проблем у нас Так, уже подставил здесь Звук, кстати, сейчас добавим немножко Вот, ну, как видно Вот, ну, как видите Вообще без проблем Никаких притормаживаний нет Так, ну, что хочется сказать еще по Windows По внешнему виду особо ничего не поменялось Кроме вот этой менюшки пуск, да Там, где вы вот можете, к примеру Менять размеры значков Менять расположение этих значков Эх, куда его вытащил Вот Расположение этих значков Вот Перетаскивать Одного там друг от друга Так же, так же, так же Что у нас еще здесь Ну, еще Все приложения теперь разработчики разбили по алфавиту Да, то есть Теперь более удобно стало искать Можете по алфавиту выискивать свои приложения Вот В Windows 8 такого не было Вот Вот таким вот образом Кстати С установкой русских языков никаких проблем нету С интернета подтягивается пакет русского языка Устанавливается и все Но, как видите, вот здесь немножко китайский есть Возможно, нужно в настройках порыться еще и поискать Что это такое Можно переименовывать А, я понял Это просто переименовывается у нас здесь Вот Что, что, что еще, еще, еще Закрыть Ну, так же при поиске Чтобы вы не крутили вот этим роликом И искали по алфавиту Можете просто классно что-то сверху И выбрать там по названию Сразу так Вот такие вот дела, ребята Так что все Переходим на основной экран И будем подводить итоги Вот Что касается этого планшета В принципе, планшет мне понравился Давайте его сильные стороны и слабые стороны Сильные стороны Это довольно-таки неплохой качественный экран Который просматривается под любым углом Довольно-таки неплохо Ну, на камере он сейчас немножко Все-таки есть искажения Но на самом деле Если смотреть вживую То смотрится он неплохо Вот Один плюс Следующий Работает он довольно-таки быстро Никаких проблем с особо там играми Вы не почувствуете на этом планшете И что? Цена, конечно же Цена его Я на момент покупки Он был 107 долларов Сейчас Сейчас можете зайти посмотреть Ссылочка будет в описании И цена колеблется в зависимости от комплектации Не комплектации А от Скажем, комплектации самого планшета То есть с поддержкой 3G Плюс Ну, естественно Дополнительные аксессуары к нему Что не понравилось Не понравилось мне то, что В планшете установлен аккумулятор 3000 мАч Это просто смешно, ребята Тем более для планшета Который работает под Windows Скажем так По моему Опыту его использования Если им особо не пользуются Там В день вы Пользуетесь Операционно-системной Windows Скажем Минут там Ну, берете Там Попользовались И в общем итоге У вас за сутки вышло Вы использовали там час Да Вот То в спящем режиме То есть вот так вот Да В спящем режиме Вы сможете Он продержится еще Ну, сутки максимум Это максимум Который он продержится На Андроиде Держит Скажем В заблокированном состоянии В спящем режиме Он держится 4-5 суток Если его не использовать вообще Если его использовать То Ну, как об обычном телефоне Два дня Вот Это явный минус Этого планшета Поэтому вот такие вот дела Ну, во всем остальном В принципе Придраться не к чему Кроме того Что необычно мне было То, что заряжается Он через Вот такой вот разъемчик Да Я сначала Когда у меня сел аккумулятор Подключил его через microUSB Вот Ну, розетку Смотрю, не работает Думаю, в чем дело Думал уже Начинать там Спорить с продавцом Потому что Смотрю, не работает Зарядное устройство Думаю Ну, или зарядка не работает Или сам саншет Ну, потом все-таки Я просто подключал Через мое зарядное Потом посмотрел На это зарядное Смотрю Там другой совсем разъем Поэтому Все стало на свои места Вот Вот такие вот дела Ребята Спасибо вам за внимание Подписывайтесь на канал Ставьте лайки И всем пока Удачи До новых обзоров Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok